Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На Доме-2 состоялся первый судный день. Главный обвиняемый Марина Африкантова, девушку за провокационные действия, определили в изолятор Дома-2 на трое суток. Татьяна Владимировна в своем видеоблоге рассказала про суд над Мариной. Судьей была Бородина, Гозиас прокурором, а Харитонова адвокатом. Ваня Барзиков защищал Марину, а Андрей Чуев сказал, что у него свело ногу и ушел из зала заседания. Папа Марины Александр возмущен и собирается ехать спасать дочку. Также Татьяна Владимировна рассказала, как Марине живется в изоляторе временного содержания. Там четыре кровати, столы и стулья прибитые к полу. Ничего нельзя, никаких телефонов, никаких книг. Петь песню на репетиции к очередному этапу конкурса Человек-года Марина тоже будет из тюрьмы. Там будет видеокамера и в тюремной одежде. Ну а начальник изолятора Ебаров зазвездился. Он сидит там, как ключник, охраняет Марину. Татьяна Владимировна во время своей трансляции в видеоблоге хотела показать Марину в камере, а Ебаров заорал на нее и прогнал женщину. Он сказал, что теперь при власти он не участник, плевать ему на дружбу, ему работа важнее. Также Ебаров не разрешает Марине открыть окно в камере, а там очень жарко. Своей новой должностью Илья доволен. Он считает себя таким же соведущим, как и Влад Кадони. Скоро на проекте состоится следующее судебное заседание и, возможно, за решетку придется отправиться Саше Гозиас. Позавчера она сцепилась с Сашей Харитоновой и схватила ее за волосы. Изначально ссора была между Гозиас и Женей Перец, как мы вам уже рассказывали в прошлом выпуске. Харитонова же влезла в эмоциональный разговор девушек и стала оскорблять Сашу. В итоге Харитоновой досталась, она лишилась части волос и даже не пошла из-за этого на лобное место. Глеба Жемчугова и Сашу Артемову ожидает совместное путешествие. В ближайшее время ребята едут в Белоруссию, где примут участие в съемках фильма Дмитрия Астрахана. Пожелаем им удачи! Благодаря Марии Тулеевой выяснилось, что на самом деле задумал хитрый Чуев. Маша рассказала, что за периметром он предложил ей вместе разводить семью Африкантовых. Он пытался склонить Машу на свою сторону и заполучить себе помощника в этом деле. Андрею не дают покоя деньги его бывшей девушке Марины. Леша Пирогов поставил ультиматум Жене Перец. Либо он, либо дружба с Сашей Харитоновой. Перец проявила мудрость и выбрала Лешу, и они помирились. По версии очень популярного журнала, Ксения Бородина стала самой сексуальной женщиной. Победительницу выбирали путем голосования. Бородина пишет «Дорогие мои читатели, благодаря вам я стала самой сексуальной женщиной шоу-бизнеса. В неделю вы за меня голосовали, и по подсчетам за меня свой голос составили около 140 тысяч человек». В итоге Бородина утерла нос Анне Калашниковой и Полине Гагариной. Они заняли второе и третье место. Ксения сказала, что она специально не афишировала свое участие в конкурсе, чтобы голосование было честным. К успеху Бородиной стремится и Оля Рапунцель. Она снимается на августовскую обложку у журнала «Дом-2». «У меня было три образа», пишет Рапунцель. «Откровенное интервью со мной и обложка». Вот некоторые комментарии к этому событию. Молодцы, давайте рекламируйте девушку древнейшей профессии и ее образ жизни. И кто же этот журнал купит? Интересно, а она на обложке будет в своей рабочей позиции? Стало известно, почему Рапунцель так упорно пытается организовать кастинг. В Москву приехал ее заграничный ухажер. Он всерьез намерен попытать счастье с Ольгой и сейчас штурмует кастинг-службу проекта. Мужчина хочет встретиться с Рапунцель. Он уже оборвал все телефоны, присылает подарки и цветы с курьерами. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.